В прошлой серии Жекан и Абдуль наконец попали на радар. Однако в конце серии Абдуля утащили, видимо, агенты главного ученого. И теперь Жекану предстоит освободить своего друга. По традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Уже 38 серия. Я так устал записывать их подряд, но нужно, нужно, иначе канал будет пустовать, и это плохо. В общем, нужно мне как-то замаскироваться под агента и идти освобождать Абдуля. Только как это сделать, я пока не совсем понимаю, но думаю разберемся. Пока тупо направляемся, посмотрим, что будет. Не знаю, давайте, ладно, я все-таки заскочу, заберу тот экспериментальный костюм, хз, пригодится он или нет. Каким образом мне вообще маскироваться и все такое прочее. Но вообще я описание его толком не прочитал, я только прочитал его свойства. Может, там в описании что-то сказано такое интересное. Давайте еще раз прочитаем. Мощный военный бронекостюм, поверхность которого покрыта тонким слоем гаммовещества. Ладно, описание мне ничего не дало, но окей. Засейвимся здесь и погнали. Наверное, возьму диксы. Диксы мне пригодятся, я думаю, потом. Я почти в этом уверен. Так, вот чел впереди, я не знаю, он ко мне как враждебно относится, чей нет, чей да, ну вроде да. А если я экспериментальный костюм одену, враг тоже. Ну не знаю, этот костюм не выглядит так, будто я могу при помощи него замаскироваться. А может мне нужно убить этого чела и снять с него костюм, как думаете? Он тут один стоит, без оружия и побежал. Куда нафиг? Обнаружен враг, уничтожен заложника. Эй, в смысле? Ну чё, офигели? Господа. Нихера себе у него тут всякого, слышишь? Ключ от подземелья. Понятно. Короче, не знаю, сейчас будем думать чё-то. Всё, я понял. Нужно было взять костюм с того чела, которого я задуэлил. Интересно, его труп исчез? Блин, если исчез, то это очень плохо. Потому что в противном случае, я не знаю, как тут проходить. Но возможно, тут можно как-то по стелсу выносить. Но не знаю. Посмотрим, в общем. Если, конечно, не получится замаскироваться, то попробуем просто выносить их по стелсу. Хотя, мне кажется, что так не сработает. Но всё, может быть. Может, я смогу пройти всё равно. Правда, вот не знаю, что мне потом делать. Ибо у меня переносимый вес жёсткий. Мне нужно будет как-то прям вот совсем разгрузиться. Только вот как? Не ясно. Все артефакты придётся как минимум посбрасывать. А, кстати, вот есть у меня магнитофон. Давайте кассеты прослушаем, которые у меня есть. Потому что что-то я забыл про них. Я потом, наверное, выброшу всё это дело. Давайте, кассета один. Чё, это музыка просто? Вы чё, гоните? И всё, у меня магнитофон исчез. А, подожди. А, найс. Я его поставил на землю, типа, дебилизм. Я-то думал, тут какие-то супер старые там... Ну, не старые, а секретные аудиозаписи там. Какая-нибудь инфа секретная. А это музыка всего лишь. Лол. Нахрен мне тогда кассеты эти нужны? Я их дропну, когда нужно будет разгружаться. Но учитывая то, что это финал, сомневаюсь, что какой-то лут мне тут пригодится. Поэтому, да, разгрузимся мы капитально, я думаю. Так, теперь нужно найти труп того самого Феникса. Где-то в той стороне вроде бы был. Вот его труп и вот костюм. Т-костюм, а ещё Т-аккумулятор. Вся фигня. Всё забираем. Диксы. Всё пригодится. Я, кстати, что-то реально вообще забыл его обыскать. Ладно, что ж. Т-костюм. Сейчас давай сходим в лагерь пацанов. Ну, я не знаю, я, наверное, в Т-костюме уже до конца игры буду, да? Я так полагаю. Давай дропнем сюда всё лишнее и будем выдвигаться. Сейчас, короче, тут ревизию проведу, а вы в быстрой перемотке увидите, собственно, чё я тут сбросил. Твою мать. Чел, ты вообще тут? Ты зачем сюда пришёл? Экспериментальный костюм, наверное, тоже скину. Ну, в общем, вот, пока я как и разгрузился, всё ещё не могу бегать. Не знаю, просто стремаюсь что-то либо выкинуть. Ведро. Точно не пригодится. Противогаз. Хрен его знает. А зачем он там лежал вообще? Мне кажется, он неспроста там лежал, поэтому с собой потаскаю. Дезинтегратор. Нахрен не нужен уже. Всё, сиди тут. Я захоронение все уже давно обыскал. Рации эти. Они уже не юзабельны. Они были юзабельны только на определённых локациях, но сейчас они уже не нужны. Нахрен их всех. Но одна не выкидывается, кстати. Гаечный ключ не выкидывается. Найс. Аптечек армейских у меня слишком много, хотя пусть будут. Обычные скину. Я не знаю просто, что ещё скидывать. О, ура, я могу ходить. Так, Т-костюм давай. Никакой переносимости он практически не даёт. Но нужно ещё 6 килограмм как-то скинуть. Лопата. Нахрен нужна. Бутылка с кислотой. Хрен его знает. Необычная лампа. Уже не прочитаем. Сорян, так вышло. Что ещё выкинуть? Взрыв чатки. До связи. Оставил артефакты, только которые выведывают ценную информацию. Хотя не знаю. Мне кажется, они мне тоже не пригодятся. Но вот, по крайней мере, 5 спиралей я бы выкинул. Что мне ещё тут не пригодится? Сердце ликвидатора. Мутантов мне убивать не надо. Зуда. Ха. Ну, может пригодится я хз. Хотя сомневаюсь. Бутылки воды тут всякие. Стопка. Лол, ты серьёзно? Я всё её ещё с собой таскаю. Вроде бы всё. Разгрузился, конечно. Под завязку всё равно набить. Но ладно. Надеюсь, меня не заставят там ничего тягать. Пойдём. Попробуем проникнуть. Так, ну пока что я спокойно двигаюсь. Я тут даже никого не видел. Чела тут в этот раз не стояло почему-то. Посмотрим, что будет дальше. Ну, вообще, у того чела, которого я убил. У него было куча всяких артефактов. Каких-то вещей. И ключ. Интересно. Что это был за ключ? Нужно ли мне будет сейчас его убивать? О, стоит, смотри. Лошочек. Ну-ка, побазарим с тобой. Чикаг. До встречи. Понятно. Не побазарим, получается. Значит, тут вообще народа нету. Очень странно. Я-то думал, тут вас будет много. А тут вообще никого. Ха. Что тут? Компудахтер? Не работает. Ничего не тыкается. Ладно, просто пойдём в подземку, чё. Раз меня так спокойно пропускают. А нет, спокойно меня, видимо, не пропустят. Ну, давай побазарим. Базарить он не хочет. Нужен ключ. Класс. А где я ключ возьму? Ой, начинается. Не знаю, господа, не знаю. Может, прирезать того постового нужно? Давай попробуем, чё. Мне кажется, ключ у тебя. Так, никто же ничего не видел, верно? Нет. Ключа у него не оказалось, зато оказался энергетик. Интересно. Тогда может вот этот... Опа, он стреляет по мне теперь. А там много кто по мне стреляет. Слышишь. Друзья, ты за шо? Что я вам сделал? Вот этот чел стоит и остался дружелюбин ко мне. Если я его завалю, то ключи у него не будет. Минус один. Война чё? Похоже, только войной я выбью из вас ключ. Главное, что в подземке на меня никто не заагрелся. Вообще не вижу, куда стрелять. Просто мудак. Блин, я его убил, и он меня убил, и забавно. Всё, готов. Может, у тебя ключ был? А? Ты, ну-ка. Нет, а у кого? Я ничего не понимаю. Что я на этот раз не так сделал? Короче, вообще не понял. Сорю гайды. Там у компа должен был стоять чел. У меня он не стоит. Что делать с этим? Попробую отгрузиться и переиграть снова. Если его снова не будет, то я не знаю, что мне делать. Ну, вроде сейчас боевиков побольше стало отмечаться. Возможно... Нет, не стоит чел. Нету его. И что мне делать с этим? Ладно, возможно, один из тех челов... А, я вообще ничего не понимаю, почему он по мне стреляет. Что за бред вообще? Как это проходить? 20 минут пишу серию и не знаю, что делать. Найс квест. Решил отгрузиться до момента, когда я вообще к ним ни разу не заходил. Посмотрим, что из этого выйдет. Выйдет ли что-нибудь. Бегу опять за костюмом и скидывать всё лишнее. Найс серия, чё? Опять серия переигровки. Ну, а чё поделать? Такой мод. Я ничего не могу с этим сделать. С нихера сломался просто. Уже чуть-чуть до финала осталось. И нате, получай качественный геймплей. Вот, а теперь он там есть. Это... Стоп. Так, ну-ка. Чел, не убегай далеко, мужик. Значит, я тебя пристрелю нахер, не поверишь. Пророк Санбой его зовут. В общем, побежал, потому что увидел то, что я без брони бегу. Но теперь-то я с бронёй друг. Привет. Брат, что скажешь? Вроде по мне никто не стреляет. Хорошо. Чё ты тут делаешь? Чё ты тут делаешь? Вот что мне непонятно. Стой, можно поговорить? Ай-яй. Можно. Так, пароль. О, пофиг, что ты сломанный. Мне главное уже пройти и забыть. Испомнилитель желаний. Слава главному учёному. Золотой шарой, иду к тебе. Чтобы стать сверхчеловеком. Хорошо, теперь скажи, какой у тебя позывной. Эээ, топаз? Что за дурацкий позывной такой? Не могу лучше придумать. Почему дурацкий? Есть такой крепкий, благородный камень. Ладно, забей. Хотя стоп. Надо же тебя по нашей базе данных пробить. Сейчас посмотрим, чем ты себя успел зарекомендовать. В моём компе вся инфа есть. Да нету там на меня ничего. Я новоприбывший. Правда? А кто твой куратор? Куратор? Ну как это кто? Ну Феникс мой куратор, вот. Сам Феникс? Нихрена себе, чего ж ты молчишь? А где он сейчас, не подскажешь? У меня приказ с ним связаться. Ушёл в чёрный лес. Зачем? Секретная операция? Понимаю. Ладно, передашь ему, что я его просил зайти, окей? Конечно. А ты сам чем занимаешься? Ну как это чем? Я же пророк. Скажи ещё, что обо мне не слышал. Ну да, слышал, но забыл. Эх, молодёжь. Короче, я главный куратор. Заведую информацией. Если пробить кого в зоне, это ко мне. Сам учёный меня на эту должность поставил. Здесь твой рабочий кабинет? Не, моё место в Припяти, на главной базе. Я там шифровки от учёного принимаю и кому надо отсылаю. А здесь я со своей командой с позавчерашнего дня торчу. Ждём в гости одного штриха, чтоб ему пусто было. Что ещё за штрих? Да припёрзся тут один в зону. Хочешь зачем-то до золотого шара добраться и самого учёного грохнуть. Вот козёл. Я бы лично его придушил. И что самое главное, у него башка какая-то неправильная. Пси волны на него не действуют. Наверное, мутант какой-то в своём роде. Мутант? Сомневаюсь. Кстати, он сам действует или с кем-то? Ему один урод из наших помогает. Абдулли он кличет. Этого предателя мы недавно выловили и в подземном бункере заныкали. Типа как приманку. Ну и ждём главного гада. А ты чё сюда пришёл? Какое у тебя задание? Феникс поручил мне допросить пленника с целью выведать больше информации, где его содержат. Стоп. Что ты несёшь? С каких-то пор Феникс такие распоряжения стал выдавать. Он же чистый ликвидатор. Его дело мокруха. Да и по ради он со мной не связывался. Я не знаю, почему так получилось, но у меня приказ. Приём, это пророк. Пророк вызывает Феникса. Приём. Молчит. У человека секретная операция, а ты мешаешь. Короче так, я в тебе сомневаюсь, поэтому в бункер не пущу. Сиди и жди, пока Феникс вернётся. А если я заплачу деньги? Ты что, с дуба упал? Нафига мне твои деньги? Я скоро к золотому шару отправлюсь и стану сверхчеловеком. Впрочем, давай так. Услуга за услугу. Слушаю. Главный учёный поручил мне собрать как можно больше информации о большом излучателе. Это антенна установка, которая располагается рядом с нами. Сейчас она не работает, но нам надо выяснить, как её можно использовать на благо нашей идеи. Так вот, я ищу документы, связанные с излучателем. Кое-что нашёл, но мало. Поищи сам. Если найдёшь что-то интересное и принёсёшь мне, так и быть, пущу тебя к пленному. Я согласен. Дам совет. Осмотри здание администрации, что слева от ворот. Оно заколочено, но внутри что-то осталось. Понял. Эх, что ж ты такой сломанный, друг? А не проще мне тебя убить реально просто и зайти? Ну ладно, не буду. Ну сейчас, если кто-то по мне откроет огонь из пацанов, то я, в принципе, открою тоже, что ещё поделать. Вот кто-то враг, кто-то не враг. Как это работает? Почему? Вообще не ясно. Ладно, главное, чтобы я мог выполнить квесты этого чудика и попасть в подземелье. Остальное неважно. Вот вот этот чудик будет по мне стрелять сейчас или нет? Вроде не стреляет. Ну и правильно делаешь. А ты? Ну ты вроде и так по мне не стрелял. Ладно, давай обыщим это здание. А в этой будочке, интересно, есть что-нибудь? Вроде нету. Ладно. А, понял. Тут, то есть, мочалки висят, а я, ходя по крыше, на них как-то нарвался. Не знаю, как так вышло и куда я должен тут идти, но, тем не менее, так вышло. Вот тут по окраинам вроде не разбросано. Всё, таким образом попадаю внутрь. Ну и давай искать тут говнище всякое. Ох, бляха. Шкафы до тумбы пустые или запертые. Здесь... Вылет. Не стал даже пробовать загрузить то последнее сохранение. Мне кажется, оно поломано по-любому. Не представляю, в честь чего вылет. Просто вылет и всё. Не будем заходить в ту комнату, ну его нафиг. Просто проигнорируем и побежим дальше по комнатам, потому что первые комнаты мы уже осмотрели и сами видели, в них ничего нету. Так, тут чё? Дверь заперта. Вот это вот уже похоже на комнату, где я что-то могу найти. Или нет? Нет. А здесь... Угу. Сейф. Александр Невский. Ну, чел. Грех не знать. Пойду гуглить. 1220. Нет? Стоп. А что тогда? Что я там вычитал? Эм. Эм. Хорошо. А, нет, не то. Почему оно не засчитывается? Если это... Что? На Википедии написано 1220, а код 1221. Ладно. Документы с радара и... Фух, подвисло, я обосрался. Ключ от администрации, понятно. Что там задание? Приски документы. Пророк. Там всё стоит. Странно, что он там решил остаться, но ладно. В принципе, дело его. Не могу через окно выйти? Нет, жаль. Ладно. Придётся через... Вот это говно проползать. Мерзкое. Фух. Главное, чтобы не вылетело. Да, кстати, можете не писать, я знаю, что там есть сейф с калашом одним классным. Ты чё тут? Ладно. Тут твои проблемы. Но, опять же, всё упирается в то, что мне не нужно. У меня и так топовое вооружение. Просто кто будет проходить, кому он нужен будет вдруг, просто знаете, что туда можно пойти. Там есть сейф с оружием. Мне оно не нужно, поэтому я туда не иду. Он тоже показывает то, что он ранен. Интересно, почему? Я нашёл документы. Замечательно. Перейдём к следующему заданию. Какому ещё следующему? Ты же обещал пропустить меня. Пойми, я здесь главный. Сделаешь ещё для меня одно дельце, не надорвёшься. Ну, хорошо, что тебе нужно? На территории базы забрела какая-то тварюга. По ночам пугает наших патролей. Пойди и пристрели её. Окей. Эээ, пять тысяч он дал мне. Непонятно зачем. Мутант. Ну, пойдём. Это что ещё за электрический человек впереди? И он стреляет по мне. Почему? За что? Непонятно. Ну, как бы... О, а мутант-то прыгающий, судя по метке на карте. Ну, это было супер легко. Старался пройти так, чтобы меня никто не увидел. Но один чел всё-таки увидел. Пришлось ликвидировать. Сам виноват. Я на него не собирался лезть. Ага. А всё. Пророк исчез. Что делать? Он тупо исчез. Его нету. Лол. Интересно, а сейчас он есть, когда вот просто зашёл на территорию базы? Короче, я сейчас просто скачаю сторонние сейвы. Но нет другого выхода. Я не понимаю, почему он исчезает. Придурок чокнутый. Не, всё, его тупо нету. Тупо пропал. Тупо задеспавнился. Красавчик чел. Чё ещё сказать тебе? Респект и уважение. Пойду качать сторонние сейвы. Чё поделать? Ну что ж, я в лаборатории. Придимаю аптечку, потому что ХП неполное. Взял сохранение Аршкрека. Я сначала хотел взять сохранение у Хьюга. Но у него так вышло там, что он сохраняет только конец каждой серии. А там такой промежуток выходит, что либо мне переигрывать весь радар самостоятельно. Либо мне уже с Припяти начинать. Но ни то, ни другое мне не устраивает. Вот Аршкрека всё как раз как мне нужно. Вот такое снаряжение у него. У него 42 препарата Диксов. Фля, такой респект, блин. Вот это да. У него ещё какие-то грейджины арты. Это, наверное, с Пророка снято, чешу. Или Пророк дал, я не знаю. Но я такие же арты видел у Пророка в трупе, но подобрать не успел. У него зачем-то ещё противогаз тут. Не знаю зачем, но зачем-то. Короче, вот такое снаряжение. Класс. Чё могу сказать. И даже когда я загрузил сейв на радаре, всё равно Пророка не было. Я не знаю, либо Шкрек реально на тот момент его захерачил, либо это опять у меня что-то. Но в итоге вот решил отсюда стартануть. Потому что я хотел, типа, выполнить квесты Пророка и показать, как входится в подземелье. Может, там что-то есть. Но не получилось. В итоге вот сразу отсюда стартую. Задание. Найти Абдуля. Собственно, идём. Меня вроде как пропустили. Всё, гуд. Хранитель некий. Ты хранитель? Нет, ты неизвестный. Понял. Наверное, знаете что? Прямо сейчас начну приучать себя играть с прицелом. Почему? Потому что порой очень нужно на кого-то навести, да? И узнать, как его зовут. Типа вот, например, тот чел, да? Это хранитель как раз-таки. А я и не знал, видите? Я только через контакты сорю, потому что я без прицела обычно играю. Все, блин, с прицелами играют и ничего такого. Вот и я буду играть. Мир тебе, брат. И тебе того же. Слушай, брат, а как мне дальше пройти? Та дверь закрыта, код я не знаю. И правильно. Это приказ главного учёного. Мы здесь охраняем пункт управления большой антенной и попутно собираем сведения об этой установке. Никто из чужаков или неверных не должен пробраться сюда. Все коды хранятся на моём ПДА. Я, эээ, от Пророка. Он велел пропустить к пленному для допроса. Врёшь. Пророк не имеет власти над моим отрядом. Он заправляет там, наверху. Чего ты здесь ищешь, а? Признавайся. Да ничего. Подожди. Скажи свой позывной. Из какого ты отряда? Пионерский наш отряд. Пошёл нахер, друг. А нужно враг уничтожить заложника. А если нет? Казнь Абдуля. Чё это такое было? Короче, там таймер у нас появился. Быстренько. Нужно спасать его. Так. Какой кот? Блин, надо было его обыскать, наверное. У него там какая-нибудь инфа с кодами. Благо тут миллион диксов. Я могу просто до конца игры ими ширяться, и всё будет хорошо. Говори код, быстро. ПДА. Сюда. Подземелье, коды от дверей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 224-0095. Пробуем сейчас. 224-0095. Есть. Пошёл-ка ты нахрен, друг. И ты туда же давай иди. Блин, трудно прорываться, конечно. Они пару раз стреляют, и всё. И у меня странный постэффект, который мешает мне проходить дальше. Но боевиков тут достаточно. Ох, как я давно с прицелом не играл. На-нах. А вообще, есть ли какая-то команда, чтобы уменьшать прицел? Я бы играл с прицелом, но с маленьким. Просто в некоторых модах он реально огромный, и это прям мешает. Ох, как непривычно немного, да, согласитесь-то, что я всё прохождение без него бегал. Да и вообще последние несколько лет. А тут я вот врубил. Ну подожди, если я включу динамический, то он будет уменьшаться иногда, да? Но он будет и увеличиваться иногда, вот как сейчас. Что это за говно? Не, мне такое не нравится, я лучше отрублю. Так, подожди, на паузе давай посмотрим все коды и вообще прочитаем, что там написано. Главный учёный дал задание собрать как можно больше информации о подземном пункте управления антенным комплексом. Где-то здесь должен быть главный выключатель, активирующий те четыре большие антенны на поверхности. Но его точное местонахождение пока неизвестно. Единственное, что удалось найти, коды от замков. А, ну и всё. 454-992. Это что такое? Это может отсюда вот, а? Да. Но тут... Ты серьёзно? Эвергест? Ладно, гуглим. Это хранилище агентов. Ну, посмотрим чисто просто, что они хранят. Интересно же, наверное. Ага, что-то новенькое. Нет, это не то. Что тогда? Вот, всё, вот так. Куча артефактов. Класс, мне не надо. Бежим дальше. Подожди, если я ставлю на паузу, то... Нет, таймер не тикает дальше. Неужели я столько времени прожёг в никуда? Что у меня всего лишь 2 минуты осталось? Появились, пацаны. Сейчас тут будет замес, я думаю. Блин, или всё-таки не играть с прицелом. Короче, напишите, как вам лучше. Вот. Точнее, не как вам лучше, а как вы думаете. Так, где ещё чилы? Тут Абдуль и последний неизвестный остался. Всё. Изи. Вставай, друг. Вот и я. Снова меня спасаешь. Чувак, я тебе этого не забуду. Услуга за услугу забыл. Да, я помню о золотом шаре и Припяти. Надо выбираться отсюда. Постой. Что такое? Сейчас у меня есть уникальная возможность, и мы не имеем права её упустить. Я видел секретные документы, касающиеся большой антенной установки, расположенной над нами, на поверхности. Это наследие военных. Главный учёный давно интересуется её назначением, но ему не хватает информации. Судя по тому, что я разузнал, в общем, эти антенны тоже своего рода оружие. Гигантский излучатель, который с помощью пси-волн особой мощности способен буквально выжигать человеческие мозги. В данный момент он отключен. Продолжай. Я подумал, а что если попытаться включить его? Радиус его действия около километра. Поле накроет все пути к Припяти, надёжно закрыв доступ агентам учёного к остальным районам зоны. Это станет серьёзной преградой для их деятельности. Мы должны попытаться это сделать, если хотим остановить учёного. Но у них же есть вертолёт и те костюмы. Вертолёт без поддержки из земли бесполезен, а костюмы телепортируют на небольшие расстояния. Тогда это неплохая идея, но что будет с нами? Этот выжигатель мозгов включается не сразу. Сначала системе необходимо выйти на рабочий режим. У нас будет 5-10 минут, чтобы унести ноги. Рискованно, но оно того стоит. Хорошо, что нужно для его активации? Главный рубильник находится в этом зале. Найди его и активируй. Ясно, но как только я это сделаю, не мешка я бежим к выходу. Само собой. Слушай, Абдуль, ты как-то подозрительно много знаешь, как для рядового агента? Чувак, я расскажу тебе всё, клянусь. Главное вырваться из этой задницы. Ладно, так уж и быть, поверим. Ага. А, чё, серьёзно? Тут кукла? Ты всё ещё здесь? Иди к чёрту со своими дверьми и сюрпризами. Я валю, точка сообщения. Бежим, друг. Экшон. Но у меня дикса, мне всё равно. 30 секунд остаётся, а до выхода я не знаю сколько, но вроде немного. Всё, 20 секунд, я у выхода, найс. Так, бежим к переходу в Припять. О, тайник первопроходца, добавлена метка. Кого? А чё тут эти метки не исследованы, что ли? А-та-та. Ну ладно, мы-то с вами исследовали, мы знаем, что там. Ничего интересного особо. Ладно, пофиг. Абдуль, веди, а то я не знаю, куда бежать. Не, ну я знаю, но типа, короткий маршрут, я думаю, знаешь ты. Ты же НПС. Как бы мне, блин, авторские права не пролетели за эти музычки, которые тут играют на фоне побега. Ой, а вот эти штучки нас не убьют. О, нет, 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 тихо, 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 тихо. Ну так, ужалили чуть-чуть, но не страшно. Противогаз я бы снял, вместо него аптечку эту засунул. И чё нет на выносливость? Ну тут вот и вес, вес плюс 5 есть, давайте возьмём. Опа, найс. Хотя я не знаю, зачем, я и так на диксах чисто. Ну тут какие-то говно-артефакты. В принципе, вяжься особо нечего, так что забьём. Не, ну за 5 минут, конечно, до перехода в Припять успеть гораздо проще, чем за 2 минуты вырваться из лаборатории. 3,5 минуты, а мы почти у перехода. Если, конечно, сейчас только какой-нибудь жести не будет. А я надеюсь, её не будет, но на всякий случай перезаряжу пулемёт. Э, а куда он исчез-то? Ну, наверное, типа всё, в Припять перешёл, я хз. В любом случае, моя задача это перейти. И в любом случае, Абдуль должен заспавниться там. Фух, мы в Припяти. Ну что? В смысле, а чё оно не засчиталось? Надо поговорить-то вы, наверное? Ну вот мы его цели. Готов сразиться с главным учёным? Если победа над ним приведёт меня к шару, то да, хорошо. В этом заброшенном городе у агентов учёного имеется их основная база. По моим данным, она находится в подвале одного из зданий. Золотой шар, скорее всего, тоже там. Где конкретно, ты не знаешь? Увы, мои данные не точны. Однако у нас есть все шансы найти это место. Припять хоть и не маленький город, но всё же не мегаполис какой-то. Перед отправкой сюда я изучал спутниковые карты, и появилось у меня одно подозрение. В общем, двигай за мной, будь осторожнее. Агентов мы, конечно, положили немало, но некоторое количество их ещё осталось в строю. За мной. Даже не верится, что скоро я пошли. Выдвигаемся! А чё, задание-то не выполнилось? Почему? Хе, странно. Ну ладно. Так, ну пойдём мы уже сражаться с главным учёным в следующей серии. Возможно, она будет финальная, я не знаю. Посмотрим. В любом случае, на этом пока всё. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось видео. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok